Всем доброе утро, да, Мишелька? Не думаю. Мишель пришла ко мне в ванную, я собираюсь везти к педиатру Макара. У нас очередные новости. Гляньте, какие мы проснулись утром. Это ужас. Кто-то нас так покусал нещадно. Но причем я вижу, что это не комар. У комара совсем другие укусы. Это комар? У-у. Это что-то совершенно другое. Не знаю, может быть и комарный какой-то другой. Но комарик у тебя такие очень сами укусы опухшие. Здесь прям сочатся ошранки. Видите, вот. Или то ли она их за ночь так раскусала. Ой, расчесала, я не знаю. Совсем ужас просто. Лицо. Вся искусная. Вот это за одну ночь. Я просто не могу понять, что это. Наше падение. Знаменитое, да? Короче. Ой, еще и здесь дочь, смотри. Да, я знаю. Обалдеть. Сейчас давай бенатрилом мазать будем. Короче, вот такая веселая ночь у моего ребенка была. Вчера она кашляла без остановки, не спала совсем. А сегодня... Вот видишь, вот здесь вот тоже два укуса, но они не так опухли. Короче, труба. Вчера я за кашля не спала, а сегодня, посмотрите, что творится. Вся опухши, а не умираешь больше. Спасибо, Лёна. Рыть буглин. Нет. Я ее сегодня даже к педиатру с собой не буду брать, потому что сейчас пусть немножко поспит, отдохнет, пока Макарика дома нет. У них все равно, в принципе, одна и та же зараза. У Мишель уже нет такого кашля. А у Макара он проходил полностью. Да. У Макара он проходил полностью, но сейчас начался по-новой. Опять слезятся глаза. Опять вот такой вот опухший нос. Кашель такой, вы знаете, сухой, абсолютно сухой. Хотя у него уже вообще проходил полностью кашель. Я не знаю, сегодня мы опять всю ночь мучились, не спали. Короче, у меня какой-то дурдом. Это не неделя, это просто при... Еще если учитывать то, что у нас сегодня частные тренировки должны начаться, Саша оплатил нам тренера индивидуального каждому. И мы должны были сегодня ехать на знакомство. Ну, в принципе, мы его знаем, но имеется в виду, первая тренировка должна была у детей быть частного характера. Я, короче, не знаю. Мне так тяжело нам досталось это расписание, он нас втиснул, потому что сразу двоих подряд нужно было. Короче, вот опять сегодня, наверное, наша тренировка накрылась, я сейчас поеду к врачу, узнаем. Ну, что-то, мне кажется, вряд ли нам разрешат. У нас неделя была высоченная температура, держалась 39. У Макара вообще обычно сутки температура, и все. Вот в первый раз так и было, сутки. Потом где-то 3-4 дня более-менее нормально, у него только кашель, сопли был. А сейчас опять подряд 3 дня температура, и высокая, не сбивается ничем. Я даже, у меня вот в ванне все стоит, я вам сейчас покажу. Я чередую Мотрин с Тайленолом, потому что просто один Мотрин уже не спасает. То есть он не выдерживает даже 4-х часов, у него температура снова вверх. Мне приходится комбинировать два препарата. Вот. Еще и в этот раз без ножки вообще не снижалась температура, потому что был вот этот вот сосудистый спазм, ноги и руки холодные. Короче, труба, он так не болел, по-моему, у меня ни разу. Не знаю. То ли на льду мы их застудили, хотя мы с Евой так не кутаем их, и термобелье у них, и они особо так не летают. В общем, я не знаю, так устала за эту неделю, это просто какой-то кошмар. И вот к вам вообще не могла выходить, потому что у нас папа приехал, хотелось с ним побыть, здесь дети болеют. В общем, просто какая-то катастрофа была, вот честное слово. Счередует. То Макар приносит у него мало, только на пару дней, потом он к нам, потом мы где-то две недели, потом я болею где-то на неделе, а потом он уже на две недели где-то. На самом деле это уже длится около месяца. Началось еще это до того, как Саша, как только Саша в прошлый раз уехал, он заболел. Вот, и Саша уже снова приехал, уехал, а мы все еще болеем. В общем, не знаю. Наверное, это у нас такая социализация к садикам и плюс еще адаптация ко льду, к ежедневному практически. Видимо, так оно нам дается. В общем, едем к врачу, сейчас узнаем все, что да как. Макар, как дела? Все, нас послушали, отпустили. Сейчас Макару наградят стикерами. Макару наградят стикерами. Я не хочу. Я хочу что-нибудь еще? Папа, что? Папа, что? Папа, что? Читает стикер? Читает стикер. В аптеку с ним поедем или без него поедем? Возьми его даже за руку, пожалуйста, в машине. Чего? Ну вот, вышли мы уже, сели в машину. В общем, пару дней нам точно сказали сидеть дома, не вдыхать холодный воздух на льду нельзя. Сказала, выписала сироп от кашля, чтобы, она говорит, у него скапливаются мокроты, из-за этого ему тяжело дышать, надо, чтобы она выходила, пить лекарство, если его вырвет, это окей, короче, сопли, она сказала, если будут зеленые, то вернутся, да, то, значит, присоединяется инфекцией, и тогда вернутся, пока они у нас прозрачные, это все хорошо, она нам выпишет какой-то специальный спрей, я так поняла, да, в аптеке, мы поедем его заберем, вот, будем, в общем, пить сироп и капать спрей. Такие дела. Такие планы на будущие два дня. Да, Макарушка? Макар, ты хитрый, а? Вот, ну, в общем, едем домой, а потом в аптеку. Ехали в аптеку, Лерка стоит получить капли для Макара, я вот взяла такой вот мосинекс, ставь и нос, и сейчас конжекшн. И вот такой порошочек от кашля, тоже, чтобы мокрота отходила. И вот смотрю, здесь какие-то появились новые капли, назвался в апремиде. Они, наверное, тоже какие-то, да, это тоже камеопатия. Так, это мать, получается, какая-то. В общем, возьмем то, что доктор прописал, мы пили вот этот сироп, он нам не очень помог. Так, ну, немного начал он кашель отходить, мокрота, но не так уж. Вот такое нам сказали выпить, якобы она поможет. Сейчас Лерка введет нас в страховку. Так, пока Лерочка тут остановилась. Это не я, мама, это вот эти вот ледурки остановились. Тише, не ругайся. Так, хочу посмотреть, что нам дали за лекарство. Вот мы заплатили в итоге, сработала наша страховочка, мы ни копеечки не отдали. И сейчас покажу. Кстати, Лера у нас сегодня такой врач принимала, классный. Ее зовут Виктория. Прям очень классный. Нет, испанка, наверное. Но она была очень такая знающая, толковая, прям, и очень подробно все мне объясняла. Даже я с моим английским и то поняла. Так, вот такие вот. Флутикозон пропианат назал спрей. 50 микрограмм. Фоинтраназал юзонли. Вот такие вот капельки. Посмотрю, что внутри. О, классный спрей. А то я не люблю, когда эти пластмасски давить. Баночка хорошая. Вот это дали в нос спрызгать. Ну, отлично. Будем лечиться. Он такой мутный, белый. Тут вязки довольно-таки. Не знаю, что это. Ну. Будем лечиться. Без рецепта его не купить. Так что мы молодцы, что мы пошли к врачу. Нас послушали. Она сделала вывод, какой у него кашель, какой именно ему подойдет сироп. Посмотрела на его выделение из носа. Сказала тоже, какие именно капли нужны. И поэтому выздоровление пойдет намного быстрее. Вот. Я уже очень надеюсь, потому что он уже не может сидеть дома и будет настолько просто угнетает, когда он не может выйти на улицу. Он прям с ума сходит у нас. Он просто еще и в садик не ходит, и в тренировки. Поэтому он просто с ума сходит дома. Лерка сегодня пойдет? Нет. Мы запретили. Лерка сегодня уже была на работе. Мы с Лерой заехали в контейнершоп. Немного пошопились, чтобы разобрать уже окончательно нашу морозилку и холодильник. Посмотрите, какие здесь контейнеры для хранения лего. Для сортировки и хранения. Огромные просто. Вот такие вот есть боксы для хранения фигурок. Собирать. Посмотрите, какая прелесть. Вот. Ну и всякие декоративные вещи. Вот, например, настенные вешалки в стиле лего. Всякие шкафы. Удобные. Это сортеры все для игрушек, для лего. Есть такие плоские ящички внутри. Очень удобно по цветам детальки сортировать. Вообще прям классно. Посмотрите, какие удобные. У нас Макар последнее время помешался на лего. У нас только двое детей играли в лего. Они Колли и Макар. И они сейчас, когда объединяются, они могут просто огромные наборы собирать буквально за час. Но Макар счастлив, что Николь поддерживает его влечение прям. Они нашли друг друга в этом плане. Они друг друга нашли, а я Леру потеряла где-то. А, вон она. Вот моя девочка. Доча, мне тут еще надо посмотреть. В гардеробных. В гардеробных. Ты же вроде бы только что улетать собиралась. Уже в гардеробных? Да. Мне нужна столешница. Либо пластиковая панель. Я не знаю, кто ли мне летит в отпуск, кто ли мне дом покупать, гардеробную делать. То называется, человек получил зарплату и ждет вторую. Следующую, точнее, да. И третью, и пятую. Темная сильно столешница. Мне бы такую деревяшечку одну. Ну-ка, вот эту нижнюю вытащи. Сильно маленькая, да? Да, она? Мама, что это со мной? Ладно, не вытаскивай. Я вижу, она маленькая. Все. Она маленькая? Да, да. Не-не, она сильно коротенькая. Дешевая, зараза. Ну вот у них тут, в принципе, есть панельки. Это дверцы, да? Это они делают здесь. На заказ кухню. А, и гардеробная. Вау, какие классные гардеробные. Обалдеть. О, я здесь остаюсь жить. Это же мечта. Господи, какая прелесть. Вы представляете? Просто мне может быть гардеробную и я в комнатной комнате не могу. И не надо спальню, да? Матрасик надул на ночь? Утром убрал. Матрасик мало. Ты тут только как все переберешь. Спать некогда, да? Вау. Да, реально. Обалденная. Вообще просто слов нет. Интересно, сколько стоит именно такая? 24. Ну, это отличная цена, слушай. Да, 24,79. Классная цена, учитывая, какая качественная здесь фурнитура. А это с одеждой или без? С наполнением? Нет, я не про эту одежду вообще. Полную или нет? Спрашивают же, квартира с мебелью и без. Так же гардеробная. Здесь, наверное, под драгоценности, но я угадала. Это очень. Красота. Красота. Я свою тележку оставила посреди дороги вообще. Телевая. Ой, тут еще и еще и еще. Мне нравится такой красивый. Красота. Мне тоже нравится очень. Такой светленький, классный. Не напрягает. Мне даже вот этот белый не так нравится, как вот этот. Белый вообще не нравится. Хоть он и не совсем белый, но все равно он не так богато смотрится. Это тоже темноватый, да, орех? Да. Так, ну все, мне теперь можно закрыть глаза и идти на кассу. Кто, если не мой пальчик? Точно, точно, точно. Тут нам ничего не надо. Может, еще что-то забыла? Ну, тогда все, идем на выход. Где твоя майка? Вот теперь у тебя только ноги снимают. Ну, заноси. Бекки, Бекки. Это кому? Бекки, домой. Это кому? Бекки, быстро домой. Вот засранка. Мишель, зови ее. Бекс. Бекки, Бекки. Ну, это уже Мишелина. Нет. Подожди, ладно, давайте кушайте, потом покушайте, потом открою. Мишель, иди садись кушать, потом... Давай, побитая вся моя колени, локти, господи. Ищем, открываем. Мама, это скейтс. Да? Да. Я... Я... Я думаю, если ты думаешь, коробка... Коробка на меня, я такая... Что на меня может быть? Я думаю, что... Папа Макару съездил, купил, а твоего размера не было, он тебе заказал. Вау, которые я хотела, белые? Вау. Открытенько? Ну, да, сбоку, только не рви, сбоку, сбоку она открывается. Нет, вот тут. Посмотри, вот здесь серая. Вот, да, вот здесь. Коробка от роликов. Ну, они чем-то похожи, вместе с собой. Это профессиональные коньки. Только не рви коробочку. Да, иди. Не открывай. Слушай, помощь, нужно коробку открыть, Миша. Ну, и не открывайся. Ну, только надо открыть просто. Чехлы мы тебе купим еще отдельно. Ну, вот тут. Ну, это такие неудобные. О, такие, они здесь такие классные. Давай размерчик померим. Одень пока, вот который с пластиковым этим чехлом, его померь. Да, а этот положи в коробку. В коробку положи. Наверняка их еще точить надо. Покажем твоего тренеру, если что он поможет. Там вроде-то точит. И после... Какой-то спрей. Что за спрей? Какой-то спрей? Ну, да, надо носки одеть. Куда ж ты? Ну, сейчас. Минут. Коньки очень хорошего качества. Джексон. Эксель. У них здесь есть номер, артикул определенный. Вот это три с половиной размерчик. Тут вот очень хорошо держит. Такая подушечка с двух сторон классная. Лезвие Mark II. Джексон Ultima. Ultima. 8,2 лезвия. Сейчас померим. Давай. Ну, ну. Надо на коврике, потому что. Просто ножку вставляй. Давит? Нет. Впереди места хватает? Да. Отлично. Когда я делала ролик, когда я это... Как я тут... Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Вперед, ножку наклонись. Вперед, ножку. Нет, ну, вперед. Вот, вот так. Хоть бы здесь просто не показывали. Слушай, Мишель, мне кажется, они тебе маловаты. А здесь ты до конца... Попробуй до конца ногу засунь. Нужно до конца отсуну. Ну, я укипалки. Я бы, наверное, на размер больше взяла. Ну, Мишель, может, перезакажем? А? Ну, нормально. Ну, на тренировке мы брали тебе три. Это три с половиной. Точно не давит? У меня этот... Который вы покупали мне чашки, они вот так снизают. Большие, да? Нет, когда я вот так ногу вот так сделаю, она просто соскальзывает у меня чашки. Ну и классно. Ну, что, оставила? Когда у меня белый здесь, у меня чувствовало, что здесь блэйд был. Я как крестиком здесь нарисовалась блэйд. Когда я уже чуть-чуть покаталась, у меня блэйд начал здесь появляться. Майя, иди к детям, засранка. Многодетная мамаша притащила нам теперь четырёх котят. В этот раз ни одного рыжего. Один только как она сама, один чёрно-белый и два чёрных. Один как она, у него лицо... Ну, у него белого поменьше, да? Такая... Нет, у него лицо такое другое. Такое другое? Да у них ещё глаза закрыты, ещё ничего не понятно. Нет, у него с детства такое лицо было. Да? Ну ладно, Мишелечка, меряй. Она пошла обедать. Спасибо, мама. Бекки вся тут как тут. Ну, сломай сейчас, Макат. Нет. Я буду тренироваться и завязывать. Ну, не надо сейчас тренироваться и завязывать. Положи, мы с тобой затянем их на стадион. Окей. Сегодня мы должны были профессиональные, но мы сегодня не успели. Да, сегодня мы не могли. Разоверачивай. Понимаете, как там коренья мерка. Так. Вот так вот. Макару очень понравились катания фристайл свободные, когда за ним нет тренера, только он и скорость, ветер в ушах. Да, Макар? И задом не хочет ехать. И на ролик, и на... Ну все, одевай на тот уже чехол. Давай. И убирай их. Мы с Никусей запустили Джина. Макарушка что-то опять недомогает, уснул так рано. Мы вышли на улицу, чтобы ему не мешать. Выключили в доме свет и сидим. Подожгли. Кайфуем. Никусе говорит, бани пахнет. Да, похож запах. Мы тут очень тоскуем по банке. Нам банки, конечно, не хватает. Но обязательно, когда мы свой дом купим, у нас будет баня. Это точно. Хотя бы уж сауна, но точно будет. Сидим, кайфуем. Бэки с нами лазит. Вот, поливали. Надо еще шланг свернуть. Вот такой у нас вечер. Тут комары не кусают, да? Комары не кусают, классно. Дымится потихонечку. Мне такой в комнату надо.